Православный праздник Радоница, день поминовения усопших, в этом году отмечается 7 мая. В связи с повышенным пассажиропотоком власти организовали дополнительные автобусы и маршрутное такси. Одна из остановок – улица Багаева. Отсюда можно добраться до кладбищ в Балино и на Ваталицах. В прошлом году из-за пробок и нехватки транспорта очередь здесь растянулась до улицы Варенцовой. Людям приходилось ждать около часа. В том году больше было народу. Как в том году было? В том году побольше, подольше стояли, а в этом году уже поменьше. На автовокзале стоят долго. Расскажите нам, что на автовокзале? Тоже так же ждем. Вы сейчас были на автовокзале? Я сюда приехала. Там много народу стоит? Да, много-много. Я недовольна лично. Почему недовольна? Второй год так приезжаем. Второй год приезжаем, стоим, как эти в очереди. То автобусы есть, то нет вообще. Потом после обеда появится. А на кладбище надо быть до 12. Среднее время ожидания автобусов в этом году сумели сократить до 15 минут. Те, кто согласен ехать стоя, могли пройти вне очереди. Помимо 119 автобуса, на линию вышли 29, 45 и 136 маршруты. Ну, стою минуты три, так что не могу сказать пока, довольна или нет. Очередь двигается? Да, очень быстро. Все хорошо, по-моему. Довольна, только подошла и уже подвигается. Очень хорошо. В прошлом году как ситуация была? В прошлом году до самого Рецова стояли, но тоже быстро сели. Сколько вы ждали в прошлом году? Да что-то недолго, быстро очень. Автобусов было больше, чем сегодня. Полностью избежать пробок на улице Парижской коммуны на Радоницу все же не удалось. Многие решили поехать на кладбище на личных авто. Тем не менее, по сравнению с прошлым годом, добраться до мест захоронений было куда проще. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.